В зависимости от того, какой у нас есть разворачивается проект, мы немножко меняем антураж, то есть добавляем какие-то вещи исторические. Это действительно старая мебель, которая еще до революции была. И потом вот она использовалась архивистами и в течение длительного времени. Центральный госархив Самарской области – настоящий музей. Здесь все подлинное, начиная от документов и заканчивая мебелью. Некоторым экспонатам уже больше сотни лет. Они вошли в уголок архивиста времен Великой Отечественной войны. Каждые пять лет, накануне юбилейного Дня Победы, работники архива собирают новый выпуск книги, которая посвящена жизни запасной столицы во время Великой Отечественной войны. В этом году издание почти полностью состоит из копий архивных документов и фотографий. Авторского текста почти нет. Предыдущие сборники были в основном сделаны на материалах наших архивов, двух государственных архивов – архива социально-политической истории и нашего центрального архива. То в новый сборник вошли документы из архивов разных регионов, в том числе и из московских архивов, которые отражают опять же историю нашего региона в годы войны. Новое издание «Не забудется та война» вышло тиражом в 500 экземпляров. Его получат Самарские библиотеки. Часть отправится в районы губернии. В книге около сотни разных историй. По некоторым сняты фильмы. К примеру, Тимур и его команда. А есть такие, которые пока еще неизвестны широкой публике. К примеру, история норвежского посла, который сдал кровь для раненого солдата Красной Армии. Через несколько лет выяснилось, что солдат был нашим земляком. Мы нашли бойца, поскольку фамилия была известна. Боец ему тоже. У нас была такая маленькая газетная вырезка. Мы позвонили в норвежское посольство. Эти два человека встретились, если так можно сказать, на страницах нашей книжки. Они не видели друг друга тогда. Он наш земляк оказался. В общем, потрясающая история. Несколько страниц из книги можно увидеть на передвижной выставке «Годы великих испытаний». Сейчас она работает в зале ожидания железнодорожного вокзала. 13 стендов, каждый из которых посвящен отдельной теме. Начиная от работы оборонных заводов, заканчивая созданием футбольной команды «Крылья Советов» и первой линией электрички до станции «Беземянка». Экскурсию можно прослушать с помощью мобильного телефона. В верхнем левом углу каждого стенда можно увидеть небольшой квадратик с QR-кодом, при наведении на который смартфон, можно прослушать небольшую экскурсию. То есть теперь у посетителей имеется возможность не только смотреть на документы, но и слушать краткую информацию о них. Сейчас Самарский госархив начал еще одну акцию «Суворовцы, отзовитесь». Родственники выпускников и преподавателей Куйбышевского суворовского училища могут прислать фотографии и любые документы в Самарский госархив, чтобы потом можно было составить рассказ о жизни этого учебного заведения, когда оно квартировалось в Самаре на улице Алексея Толстого. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.